Так, вот мы пришли в мое хранилище. Сокровищницу. Сокровищницу, это все заготовки. А кто-то подумает, что это хаотично набросанные дрова. У меня каждая порода дерева подписана. Вот, я знаю, что вишня, и она спильна в 21-м году. Липа, береза, сосна, яблоня, вишня. Зная об увлечении Владимира Петрушина, жители Дубровки приносят ему части погибших деревьев. Заготовки привозят друзья из путешествий. Так в арсенале мастера появились сибирская лиственница и южный грецкий орех. Дуб натуральный наш брянский. Вы не поверите, вот эту заготовку я спас от мангала. В прямом смысле слова. Видел, что уже готовы бросить в мангал, я вот спас. И будет прекрасный подсвечник. Гордость художника – мореный дуб. Его не просто найти в наших водоемах, а потом еще нужно правильно извлечь, очень долго в особом режиме сушить. Такой материал на особом счету у мастеров. Это считается король королей из породы деревьев. Вот мореный дуб. Очень плотный. По звону слышите какой? Очень плотный, трудный в обработке. Но очень красочный. Я стараюсь своей работой выносить его буквально в маленькую ниточку, буквально вот вклеиваю. Объединять в одном изделии разные породы деревьев. Этот прием особенно хорошо удается мастеру. Контрастные линии ритмично ложатся в орнамент. При этом нужно учесть плотность, время и температуру просушивания. Как говорят деревообработчики, капризный материал не терпит суеты и небрежности. Склеено из шести пород дерева. Мореный дуб, дуб такой, орешник, ольха, береза и клен. С гордостью мастер показывает тонкие деревянные фужеры. Ножки украшены несъемными кольцами. Высший пилотаж в обработке дерева. Все изделие выточено из одного массива. В посуде, детских игрушках и предметах интерьера сохранена красота структуры пород деревьев. Обычно мастера стараются избегать заготовок с сучками и неровностями. Владимиру Петрушину, наоборот, очень интересны такие особенности. Изделия он не красит, покрывая тонким слоем пчелиного воска. Как волшебной палочкой дотрагиваюсь. Владимир Петрушин смог реализовать себя в разных профессиях. Был художником, дизайнером, педагогом и даже журналистом. Но кем бы ни работал, всегда оставлял время, чтобы мастерить деревянные изделия. Это детское увлечение, которое стало любимым делом. Наталья Будник, Олег Терезанцев, События, Дубровский район.